вот тут у нас значит и владимир мы тут все вместе значит я у нас такой очень интересный разговор возник по части того что он студент их иллюзия ожидания может быть вот как-то недовольство какое-то вот они что-то ожидают вот свои точки зрения вот что студентам у нас не хватает ученики понимают вот в смысле ожидания ну слушай чего бы хотели чтобы они делали они понимают и не делают реальная наверное реальной жизни они не очень понимают как все происходит в реальных компаниях что никто не будет отвечать на вопросы 24 часа в сутки что никто не будет держать за ручку что многие вещи нужно самим узнавать и нужно заниматься активно нужно набираться как можно больше информации нужно уметь работать в группе если не знают ответа на какие-то вопросы должны использовать внутренние ресурсы но вот русские от индусов в этом смысле отличаются или так примерно то же самое немножко отличается в этом отношении индусы как раз пытаются узнать информацию и пытаются узнать друг от друга информацию помогают не то что помогают друг другу с ответами они помогают друг другу в learning процессе да это кстати очень заметно во время проекта потому как русские очень часто стараются индивидуально разобраться в каких-то вещах застревают и вместо того чтобы слушать что говорит инструктор они пытаются это игнорировать идти каким-то своим путем попал попал в жилую да это очень часто наблюдается и чем очень часто умнее человек тем чаще он попадает в такие ситуации считаешь он просто умнее сильно образованные а иногда застревает на самых элементарных вещах не потому что не может разобраться потому что иногда сложно переступить какие-то хорошо на что инфантильность какая-то или 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 потенциальности много я да если инфантильность перевести как и матчурить и то скорее всего да не не умение разобраться в ситуации и не умение попросить помощи или последовать инструкциям тогда когда требуется но хорошо а вот допустим вот не участие вот мы допустим пытаемся их вовлечь какой-то процесс делаем вот это делаем вот то смотрим туда смотрим сюда они допустим в это время там он проверяют это обычно это не очень обычное дело а более я бы сказала обычное дело это когда человек просто пропускает мимо ушей то что ему говорят во время урока это значительно более скажем в это время где угодно и голова и уши могут где угодно потому что им кажется что они прекрасно понимают и прекрасно разберутся сами в том о чем сейчас идет речь а чтобы такое простое проходим что вы вроде уже и слушали оно звучит очень просто да я абсолютно очень важно что что из-за того что материал подается в буквальном выраженном виде создается иллюзия то что это все очень 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 просто на самом деле это конечно так для того чтобы действительно разобраться нужно попрактиковаться очень и очень стандартный подход что это настолько все просто я все прекрасно понимаю здесь совершенно делать нечего я сам во всем разберусь когда же дело доходит до конкретного применения этих знаний очень очень быстро очень многие застревают сразу же то есть первый первый шаг и они застряли то есть когда говорят работайте в группе когда говорят практикуйтесь когда говорят пишите тест кейсы разбирайтесь в рекламе работайте в группе пытаясь понять какие conditions вы должны тестировать а у вас я вот например пытаюсь вот даже не не выпендриваясь просто этом что такое тест кейс там что такое не могут то есть вроде мы заучиваем и квизы пишем и под конец курса как-то более-менее выравнивается но это нужно раз десять допустим носом долбануться и что ты кидай него тоже проще уже не бывает и он не может сказать что это я уже не что написать тест кейс знаешь как это выгод я не тоже это формула там квадратного трехчлен даже представить этот трехчлен не могу даже как такое представишь а мы хотим сам написал то что не то что не заучивают это как говорится отдельный вопрос то есть не заучивают и потом не пытаются использовать то что они а муж мы их как-то плачаем что ли вот там чтобы не учиться а вот так как то сесть королем таким сейчас вот я там час хороший вопрос но если считать что поощрение это когда мы полу игнорируем то наверно да но в принципе сегодня на форуме своей рукой написал что в исправлении проблем которые у тебя есть самое главное начать чтобы это надо признать что эта проблема происходит из-за тебя это моя проблема и это из-за меня и я что-то должен сделать тот момент появляется какой-то путь потому что если если студенты плохие там еще что-то плохое я не знаю там здание вот вентилируется вентилируется плохо то например вроде как и тупик и выхода нет из него и так и все плохо и остается значит вот мы мы что-то вот как вот может это мы чего заучить за кого-то невозможно но что можно сделать можно постоянно поощрять повторение этого материала что очень мы стараемся делать и в виде квизов и в виде устных вопросов то есть вот сейчас я совершенно жестко имплементировала политику поднял спросил не ответил садись 2 а куда 2 куда-нибудь все вокруг смеются пока я не поднялся да все вокруг в общем нет уже нервничают уже немножко нервничают то есть уже стараться я очень подходила к взрослым год назад у у нас другой контингент был отличался а год назад в зависимости от группы наверное были разные комбинации может у них не было ощущение что рынок знаешь как бог не фраер все простить знаешь там же рынок такой что сейчас всех заметет можно не учить я не знаю вот мне казалось что у нас раньше народ более подготовлен наверное разные люди от группы от группы тоже отличается есть очень сильные есть очень сильные которые считают что они все знают есть очень сильные которые считают что они ничего не знают эти будут очень старательно учиться и заучивать и пытаться разобраться и понять а есть очень слабые которые действительно не очень хотят разбираться в предмете а вот у меня знаешь какая проблема я вот говорю чего-то причем мы же тут сто лет уже сидим и у нас как же народ уже прошло на тысячами в счет идет и вот прижать человек сваливается там вот такой владимир там самолета и ему говорят значит там делаешь вот так и он не делает ему 2 раз говорят он опять ему сидишь там столько-то времени проводишь школе для этого занимаюсь а мы знаем что бывает когда дома занимаюсь это же все известно и там ну и вот на этом уровне буквально то есть человеку лучше будет успешным надо вот это и у них полное ощущение что они лучше знают и что они сейчас сами и когда это происходит они думают наверное ну не из-за них же они-то знают какой я не знаю как это бывает но мы правда ругаем и там долбаем и заставляем но в общем но это происходит очень часто на самом базовом уровне вот это вот интересно что советы которые мы даем они обычно настолько несложные да то есть они базовые они не не rocket science на совершенно поэтому кажется что человек все прекрасно может сделать сам разобраться во всех проблемах сам а на самом деле эти советы действительно они же основаны на на опыте на на том как вещи работают может быть может быть мы предлагаем слишком много точек в которых сфокусироваться и они не могут там больше чем пять-шесть а может быть из-за этого не знаю за что хвататься что важно по моему у нас достаточно логичный подход за что хватает нам туда вот я со своей стороны могу сказать что когда я сюда пришел и начал обучаться то была группа людей не знаю сейчас этим который присутствует на всех лекциях я по себе могу сказать вот у меня например было не резиновое если я начинаю что-то учить да если это много разных тем если я вынужден буду выучить много всякого материала это материал с тобой с тобой между собой пересекается в голове получается каша самое интересное что вы им говорили ребята не делаете и мы говорим сконцентрируешься на трех предметах с этими предметами у тебя через два месяца отправим на практику вместо этого они по четыре по пять месяцев ходят на все предметы вот как как наркомания прям как все текалочки люди ходят на прямо но уже уже совсем кого крыш поехал и вот они ходят на все предметы ничего не пропускают и им говорят давай на практику нет нет я еще вот тут не взял там не я еще не готов откуда этот куркульская подход мы говорите работой но больше работа бери остальные классы тишни гладь не бери утрамбуется все это было это была полоса это было как идет какая-то полоса народу которые вот так ходили я я не знаю насколько это все но мне очень сильно помогло то что вот не михаил сделал резюме такое резюме мечты которая должен был на вырост да на вырост и мне было просто четко я узнал что мне надо учить потому что я беру свое резюме и в этом резюме написано что я должен знать на на ранней стадии абсолютно я был сфокусирован на этом я знал что мне надо селению я учился ленинг я не спылялся я был сфокусирован на этом и это вот сейчас а если еще на интервью ходишь там раз в недельку понимать и ты на уроки так слушаешь да и когда ты участвуешь ты же не всегда спрашиваешь ребята как вы это делаете но как как вы какому специалист нужен вот нам специалист для этих задач ага хорошо а вот вот эти вот эти задачи вот вы автоматизировать население когда много это делать например понимаешь так чем люди занимаются понимать что они тебя будут требовать потом потому что скорее всего следующие ребята которые тебе позвонят у них буду примерно то же самое какие-то вариации могут быть даже будешь лучше готов а мы же это все рассказывают я четыре часа рассказывают это все и потом странным но как никто не помнит и вот человек там где-то был на интерншипе там прошло четыре месяца я бы приходи на урок он отработать хотя бы приходи дорог послушать как с которым я в шесть месяцев осушал люди как видят подарим у книгу это у нее есть одна вот такие странные и и он и он не может искать работу он не только не знает как искать работа даже не понимает что он не знает как искать работу даже не понимают это очень большая проблема и что человек не понимает что он не знает что он знает если человек понимает что он не знает даже больше потому как те кто не знают они стараются знаешь что ты не знаешь ты можешь определить на чем ты хочешь сконцентрироваться вот как это резюме на вырос когда человек не имеет ни малейшего представления то те огромные провалы которые у него существуют он совершенно не они в курсе как их как от них избавиться